Я приветствую всех телезрителей телеканала ТВ «Артерия» и очень рада, что на другом конце нашего моста находится Володя Кожекин, наш милый дорогой друг, старый добрый друг «Артерии», который всегда приходит и на помощь, и с идеями своими прекрасными, он замечательный музыкант, он там не один, замечательный музыкант, двигатель прогресса, двигатель музыкальных всяких соединений людей, путешествий, приключений, гастролей, мастер-классов. Ура! Очень рада Володю видеть и услышать сейчас, Володечка. Да, да, у тебя была хорошая связь в данный момент. Да, связь неплохая. Да, открою секрет, мы уже немножко пытались записать, но компьютер не очень получалось все, поэтому я перезвонил с мобильного телефона, как раз пришла ко мне собачка, так что я сейчас быстро все еще раз расскажу. Давай. Сначала я вам расскажу про операцию «Картоха». Да. Буквально за два дня до того, как начался весь этот карантин, я сидел дома и думал, как же помочь несчастным музыкантам, которые на месяц, а может быть и на два, остаются без каких-то своих доходов. И тут я понял, что у нас на фестивале платформы есть один ключевой человек, Рома Собертовский. Он фермер и выращивает картошку, и можно закупить у него тонну картошки и раздать музыкантам, что и было сделано. Буквально 28 марта, точно, мы с волонтером Филиппом взяли газель, как раз еще можно было перебегаться. То есть съездили Кроме, закупили у него на меценатские деньги 11 человек, скинулось от 300 рублей до 15 тысяч взносы, 31 тысячу вместе собрали. Привезли одну тонну 300 килограмм картошки и 28 килограмм квашеной капусты, которая ушла сразу, потому что, когда мы привезли это все в Зверевский центр, который Леша Сосна нам предоставил. Овощную базу. Это белейшая акция, совершенно добрая, никого ничего не обязывающая. Главное, что она такая совершенно получилась не то, что вот вам еды на бедность, просто там картошка элитная совершенно, экологически чистая, очень вкусная, просто невероятная. Все, кто принимал участие в фестивале платформы, знают эту картошку, потому что Рома, он же рулит в фестивальной кухне, собственно, это и есть способ наш пятью хлебами накормить вот эти вот 600 человек, которых мы кормим на фестивале. Это просто Рома и его картошка. Поэтому получилось, что мы некий деликатес, экологически чистую и полезную еду развезли всяким своим музыкантам, друзьям, ну и не своим, и просто люди приезжали, брали. В общем, получилась совершенно милейшая акция, надо ее обязательно повторить будет примерно через недельку-две. Как раз, мне кажется, старая картошка уже у всех кончилась. Вот. Только непонятно, как перемещаться. Еще мы говорим. Да, как перемещаться, это надо прям придумать, надо как-то войти в некоторые отношения с городом, мне кажется, для того, чтобы это все сделать. Потому что, ну вот, есть волонтерские эти организации, которые помогают людям, которые у нас в группе риска. Пожилым, да. Не только пожилым, еще тем, у кого какие-то заболевания есть, какие-то хронические. В общем, есть волонтеры, прям городская большая программа, люди помогают, привозят, входят в магазин и так далее. Ну, на самом деле, музыканты, конечно, город не видит, что они тоже в беде. Но они тоже в беде, потому что... На бортом остаются совершенно. Да, да, просто все остались немножко без зрителей. Вернее, как, музыканты поделились на тех, кто технологически продвинут и может себе организовать хороший стрим. И на тех, кто не очень. В общем, довольно смешная новая реальность. Конечно, сколько мы это будем все разгребать, немножко даже страшно становится вообще, как мы дальше жить будем. Но главное друг за другом держаться. И тогда, мне кажется, мы прорвемся даже, если будут какие-то жуткие притрубации. Вот. Вы как раз являете тот пример, как можно помогать друг другу, никого совершенно не обременив какой-то благодарности несусветной, а просто всем в радости. Получилась такая вроде игра и вроде бы такую художественная акция получилась на самом деле. Смешным названием, с веселой, достаточно такой, в веселой форме. И какая-то очень родная наша отечественная такая история получилась. Совершенно пасконно, домотканная, картоха такая прям. Да, да. Русский человек ест 100 килограмм картошки в год. Это очень много. Это, ну, прямо вот в других странах столько не едят. У нас это одно из основных направлений нашего меню. Ну да, это первое. А знаете татарскую народную кухню? Там все, картошка с картошкой и запеченная внутри картошки. Это вообще удивительно. Наверное, это все было в 19 веке репа, а не картошка, да? Ну да, была репа во всем местах. Да, возрождение русской репы, мне кажется, это может быть еще одна интересная художественная акция. Да, такая очень музыкальная какая-то. Да. Операция репа это такая. Художественная музыкальная акция. Да, потому что я все жду, когда, наверное, я зря жду, наверное, то во все уже практикуется, когда все будут репетировать через интернет, да, Володь? Происходит это вообще? Как-то, как-то кто-то, да, занимается. Ну, я вот лично, честно скажу, я в некую апатию такую впал. И такой сижу, в основном читаю англоязычные новости, больше ничего не делаю. Я жутко переживаю, в общем, у меня такой месяц жутких каких-то переживаний и размышлений. Единственное, что вот удалось прямо сделать совершенно правильное и хорошее, это я самоизолировался на отцовской даче, а у него дача стоит в лесу и прямо вокруг дома растут в огромном количестве весенние грибы, строчки гигантские. И я их собрал и съел. Вот это самое лучшее, что я сделал за этот месяц. Просто счастье какое-то. Мы еще березовым соком баловались немножко, так понимаю. Слушайте, по поводу березового сока. Мы когда проводили операцию картоха, мне приехало вместе со мной на мою кухоньку 6 литров сока березового. И я подумал, а что будет, если его варить, чтобы из 3 литров получилось 50 грамм? Получится ли березовый сироп? Вот как есть кленовый сироп, получится ли березовый? Вы знаете, получается. Это совершенно удивительный напиток, какой-то совершенно сказочный, легендарный, с удивительными вкусовыми качествами. В общем, березовый сироп – это продукт будущего, мне кажется. Экстракт русской души. Да, у него очень странный немножко вкус. Он прямо, ты пьешь березу, прям такой деревянный запах и вкус. Но это при этом очень сладко, то есть это прям сироп, как кленовый сироп. Можно варить до состояния прямо вот как мед. Скажите, до вас дошел такой наш прекрасный собрат, как Лапенко. Смотрите Лапенко, нет? Нет, не добрался? Нет, еще. Нет, еще. Доберется обязательно, потому что такой артист, совершенно народный артист, современный. Как Бормутов, примерно? Замечательно, совершенно. Он снимает ролики, он полностью в интернете самореализуется. Нет, а знаете Бормутова? Сашу Бормутова? А нет, а он что делает? Это прям самый настоящий живой скомарок. Он вообще главный электрик на одном уральском заводе. Но у него есть вот такое удивительное хобби. Мне кажется, он мог бы бросить свой завод, но он просто не делает это из каких-то экзистенциальных причин. В общем, он сейчас очень прославился в интернете. Он сделал русскую народную версию песни «Миллион алых роз». Про цветочки. Лазуревые. Цветочки лазуревые. Не слышали? Нет, к сожалению, нет. Ой, послушайте, это такое счастье вообще просто. Это такой мужичок с горбошкой, который поет про то, что был художник. И вот цветочки. Ну, это надо слушать вообще. Советую очень. Я вспомнила из-за березы. Просто у Лапенко там есть сюжет такой. Его спрашивают, что ты делаешь? Я говорю, березку пью. Вспомнил. Но это нельзя передать словами, потому что он просто в 90-е годы воскресил. Воскресил, играет всех персонажей сразу времен нашего детства, юности и расцвета наших родителей. Он их изображает фантастически. У него 15 братьев и сестер. Ничего себе. 16 человек в семье. От одних родителей. Да. И они все с ним там участвуют в этом проекте. Все снимаются. Ой, вы знаете эту знаменитую историю про большое количество детей? Гонка аистов. Расскажите. Не знаете? Нет. Это перед смертью один канадский миллионер объявил, объявил, что, ну, как бы, всю жизнь зарабатывал деньги, не обзавелся семьей. И все заработанные деньги он завещает очень смешно. То есть, там завещание было настолько прекрасно, что его читали как произведение юмористическое. То есть, там два самых знаменитых в этом городе, где он жил, врага, ненавидевших друг друга, получили в совместное пользование роскошную дачу где-то на море. С условием, что только вместе могут на ней быть. Ну, и так далее, и так далее. То есть, как бы, каждому подарил то, от чего странно отказаться, но при этом, для того, чтобы этим пользоваться, надо как-то каким-то образом усмирить свою гордыню и поступиться некими нелепыми принципами. Так вот, основную часть своих денег, он сказал, что у меня некий должок перед Богом, что детей у меня нет. Поэтому, той семье, которая в браке за следующие 10 лет родит большее количество детей, придут огромные деньги. Просто, ну, какие-то там страшные миллионы. Ну, в общем, у кого в первый год в городе Тройня родилась, все вступили в эту гонку. То есть, он реально устроил такой всплеск рождаемости в городе и победила в итоге три семьи, которые за 10 лет смогли родить по 11 детей. Прямо очень много заработали денег. Прямо реальная история. В общем, на 10 лет развлекуху устроил после своей смерти богатый человек. Называлась «Великая гонка Айсов». Великая гонка Айсов. Доброе, здоровое. Хорошая весенняя история такая. Да, да, совершенно такая. Милая, добрая. Нет, ну там, я говорю, там можно читать очень долго, что он еще кому-то подарил. Володя, а расскажите нам, вот вы сказали об этом, что по-разному очень подкованы, подготовлены музыканты. Расскажите, как бы, о крайностях самых интересных, кто, на ваш взгляд, очень огорчительный. Крайностях? Мне после опятки Партоха позвонил Михаил Петрович Соколов, оксакал губногармонического движения. Просто, ну, выразить респект нашим волонтерам-меценатам за операцию Партоха. А я ему начал говорить, так, Михаил Петрович, где ваши стримы-то, где ваши концерты онлайн? А он говорит, у меня вообще ни компьютер, ни смартфон, а телефон кнопочный. Вот это некая крайность в сторону нетехнологичности. Конечно, есть люди, которые не могут это все освоить. А с другой стороны, вот, мне кажется, то, что Илюха Небослов делает с этими ежедневными стримами, это прямо будущее. Ну и, конечно, телевидение «Артерия» – прекрасный проект просто. Вы молодцы. Надо вообще сделать некий центр помощи консультативной по поводу всех этих стримов. Надо вообще попробовать какую-то самоорганизацию устроить нашего смешного музыкального цеха, потому что, возможно, довольно грустные и тяжелые времена еще нас ждут впереди, потому что карантин сам – это все на самом деле фигня. Вот то, что происходит там с экономикой, вот это чудеса какие-то. Мне кажется, сейчас мир, как Папа Римский сейчас написал в письме волонтерам, нуждается в неком дауншифтинге. Сейчас вот этот дауншифтинг произойдет. Мне кажется, может довольно серьезно сократиться вообще потребление в мире и в связи с вот этой всей эпидемией. И вообще системно человечеству к какой-то такой точке подошло, интересной, когда понятно, что то, как было, продолжаться не может. Потому что тупик некий в развитии. Просто вот эта гонка производства, гонка потребления, она подразумевает, что ресурсы планеты бесконечны. А они же не бесконечны. Вот. И Чуничка тоже так думает. Вот это мой главный пропуск во время карантина. Полное имя Чурчкела. Совершенно прекрасная собака. Низочка, мне кажется, я вам все рассказал. И если мы будем с вами дальше продолжать... То мы можем бесконечно. А вы нам ничего не поете, не сыграете ли, Володечка? Я не могу, потому что если я сейчас начну играть, то мы в основном будем слышать Чунечку. Она начинает петь очень громко. Это же здорово! Хорошо, давайте я продемонстрирую. В принципе, 11 еще нет. Возможно, соседи переживут это дело. Давайте попробуем. Сейчас я попрошу принести мне губную гармошку. Машуручка. Принесешь любую губную гармошку? Это все. Давайте попробуем. А, вон просто на полке лежит в комнате. Сейчас мы буквально 10 секунд вам покажем, как у нас Чунечка поет. И на этом, мне кажется... Это будет самый крутой стрим, потому что... Собычными собаками я еще не видела ни одного, по-моему. Спасибо. Вы вчера мне говорили, СБТГ наши друзья очень красиво делают, да, Володя, стримы? Да, да, они придумали очень хороший формат стрима. Когда по Zoom конференции очень много зрителей, очень качественное видео, звук, базовая станция, сразу монтаж. В общем, прям как телевидение. На самом деле, СБТГ молодцы. Леша Талфанов умница. Итак, ну что, поем. Леша Талфанов умница. Ну что, поем. Ну что, поем. СБТГ молодцы. Леша Талфанов умница. tri面 sense. Я, к сожалению, не могу продолжать, потому что сейчас соседи придут просто. Субтитры создавал DimaTorzok